Новлянская ривьера зимой приютила лыжников. 700-метровая трасса, созданная на берегу реки Москвы, полюбоваться видами под нагрузкой может каждый желающий. Одними из первых хрустели снегом на морозе пловцы из Академии спорта. Вот сюрприз, но бег на лыжах входит их программу подготовки. Проблема всегда в том, что рано темнеет зимой, да, и в лесу кататься-то, в общем-то, страшновато, а здесь освещение вечером, поэтому, наверное, такая идея возникла здесь сделать лыжню. Ну, прекрасно, в любое время, в суток можно прийти, что рано утром, кто пораньше встает, что вечером, пожалуйста, для здоровья прошелся, покатался. Как на лыжах, так и сейчас много любителей скандинавской ходьбы. Приглянулась трасса и профессиональным лыжникам. Здесь, в микрорайоне Навлянский, мы наткнулись на Марину Воробьеву, тренера по лыжным гонкам, чемпионку России, а также призера Кубка Европы среди ветеранов по лыжному марафону. Своё утро она начинает с 10-километрового забега. Я не знаю, в Навлянске я специально приехала покататься здесь. Вот, понимаете, мне здесь тоже хочется. Я все лыжи не знаю в городе, и Дубравушка, и Шильково, и Москворецкое, и даже на Руднике там вокруг озера. Ну, просто интересно же, вот я здесь сейчас с удовольствием, значит, еще сюда приеду покататься, а как же. Рядом со спортсменами занимаются и просто любители активного отдыха. Так на открытии побывала и целая делегация из администрации. Опробовал лыжню глава округа Артур Болотников. С другой стороны Москва-реки у нас находится парк-усадьба Кривякин, здесь Навлянская ривьера. Проект, который построен по программе «Благоустроенная городская среда», благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. И эта зима у нас выдалась заснеженная, снежная, хорошие морозы для того, чтобы бегать на лыжи. И мы благоустроили эту зону и сделали лыжню. И сегодня я эту лыжню проверил. Могу сказать, что лыжи идут очень быстро, снег хороший. Приглашаю наших жителей воспользоваться этой лыжней и покататься на лыжах. По замыслу парк-усадьба Кривякина, Докторовские пруды и Навлянская ривьера должны стать единым кластером отдыха. Благоустройство ривьеры пока продолжается. Летом здесь будет проведено озеленение. Пока же пространство адаптировано для активного зимнего отдыха. Александр Иванов, Евгений Стародубов. Новости Искровакт.